Дизайнер интерьера. Эти слова звучат буквально как песни. Есть в них что-то романтичное, волшебное и, наверное, поэтому притягательное. И вправду волшебником является тот, кто из серых стен может создать сказочный дворец. Сегодня я вас познакомлю с одним известным ростовским дизайнером Викторией Проскуряковой, у которой мы и узнаем, так ли все романтично на самом деле и какие нужно сделать первые шаги в этом красивом бизнесе. Виктория, как строится работа дизайнера интерьеров? Работа дизайнера интерьера очень уникальна и интересна. Прежде всего она начинается со знакомства с заказчиком. Чтобы заказчик увидел, что мы можем предложить и как он может жить, в каком интерьере, для этого есть масса разных площадок, которые он может увидеть. Есть мебель, ванны, комнаты, различные литочные магазины. Это какое-то одно творческое пространство, которое под собой объединяет все эти экспозиции, верно? Верно. Виктория, вот вы дизайнер уже опытный, да? Сколько лет занимаетесь дизайном? Ну, уже порядка 15 лет. Какие мероприятия они, к примеру, должны посещать, чтобы быть всесторонне развитой личностью в этой сфере? Вы знаете, очень часто поступают мне лично звонки о том, что вот мама хочет свою дочку вот куда-то, вот она отучилась. Вот очень много просьб с этим. Я так понимаю, что, конечно, эта профессия не может сразу человек раз и стать дизайнером. Конечно, нужно очень много труда вкладывать и плюс еще обязательно должен быть опыт, обязательно должно быть стремление, стремление к красоте. И, естественно, ты должен уметь, уметь делать, вот в голове это все рисовать, вот воображение должно хорошо работать. Это все непросто, вот, но, к счастью, есть площадки, которые могут тебе помочь воплощать эти красивые идеи. И я считаю, что вот молодому поколению нужно обязательно посещать дизайн-центр, потому что здесь очень хорошо поможет им в опыте раскрыть самого себя и дать заказчику то, что заказчик хочет от них получить. Человек обязательно должен иметь академическое образование, вот, это как раз-таки фундамент к его взлету, а дальше обязательно он должен посещать разнообразные мастер-классы, курсы, всевозможные выставки. Что это даст? Начнем с этим. Это даст, ему даст это большое вдохновение, большой, ну, как бы, стимул в работе и очень многому научит в работе. Много знакомых, наверное, да, еще дополнительно каких-то появляющихся мероприятий и новые возможности. Хорошо, Виктория, подскажите, а вот как вы пришли к тому, что вот захотели стать дизайнером? Что вас подтолкнуло к такой профессии? Интересный вопрос. Ну, в общем, все это складывалось с детства. Я помню, была такая история, мы с родителями жили за границей, и мне папа 8 лет подарил лего. И с этого лего нужно было построить домик. Это была чудо-игра, вот, где я расставляла, строила, расставляла стенки, переставляла там что-то, кроватки, там, кухню, меняла местами, ландшафт там тоже, там, цветочки, все. Это было очень здорово, интересно. Потом, конечно, мне захотелось дальше идти в этом направлении, учиться. И начинала я и с оформления витрин, и потихонечку-потихонечку набирала обороты, как говорится. Вот, но все это вот мне очень нравилось, когда я внутри, в доме или в квартире создавала уют, что-то с чем-то комбинировала, что-то переставляла. У меня постоянно дома всегда какие-то были перестановки. Все-таки не зря я говорю, что творческие способности нужно развивать с детства, да? А сколько проектов вы уже осуществили, если не секрет? Ой, не знаю, но, наверное, ну, штук 200 будет. А какие выставки вы посещаете? В каких мероприятиях, вот, допустим, к меру последних вы принимали участие? Ну, выставки я стараюсь не пропускать ни одну. Меня пригласили на выставку в Америке, в Хайпойнте, в городе, в небольшом городке, но очень милый, интересный городок. И там была очень крупная выставка и очень интересная. Там нужно было прям проезжать на машине от одного шаурума к другому. Поразила своей открытостью, своей вот такой открытой душой и очень хорошо представленными образцами мебели, там, кухни и все прочее. Все дизайнеры могут попасть на эту выставку или есть какая-то ограниченность? Думаю, не все. Думаю, нет. Я благодарна дизайн-центру, потому что у нас очень хорошая, плодотворная работа складывается между нами. Вот, и благодаря дизайн-центру я смогла попасть на эту выставку. Виктория, вы очень коммуникабельно, общительно. Вот скажите, а был ли у вас когда-нибудь такой опыт сотрудничества с другими еще дизайнерами, да, работать над одним проектом? Или не было, как бы, по вашему мнению, вы считаете, что это может как-то помешать, да, самовыражению дизайнерской мысли? Да, вы знаете, ну, на самом деле это как художник работает над картиной. Мне кажется, с одной стороны, сложно вдвоем писать работу, да, какую-то. А с другой стороны, почему бы и нет, нужно пробовать. Если кому-то комфортно работать так, то ради бога. Если не комфортно, то можно одному. Ну, конечно, две головы лучше, одна хорошо, две головы лучше, но я считаю, что здесь как бы у каждого вот индивидуально, то есть человек должен сам чувствовать и понимать. Я считаю, что мне, например, комфортно с заказчиком напрямую общаться, где я полностью понимаю, что он хочет, как он хочет, где он хочет. Вот, и ты, ты уже, да, у тебя уже есть общение, есть эта нить, и, ну, как-то это может быть и быстрее, как-то интереснее проходит работа. То есть, когда ты тет-а-тет. А вот если порекомендовать для молодого поколения дизайнеров, да, какие страны, производители каких стран мебели вы могли бы подчеркнуть? Ну, вот когда я была на выставке, меня поразила американская мебель, потому что она, она имеет свой почерк. Очень интересно показаны в ней соотношения цвета, текстиля и формы. То есть можно сразу посмотреть, понять, что это именно американская мебель, да? Ну, она уже читается, да, ее сразу видно уже, то есть, если раньше ее не было на рынке, в том числе у нас в Ростове, то сложно было понять. Почему-то раньше считали, что американская мебель – это что-то такое громадное, огромные диваны, огромные, там, кровати с огромными-огромными сголовьями. Сейчас американцы, они немножко уменьшили свои масштабы и как бы выходят на европейский наш рынок, да, и она очень приятна глазу. Дизайнер интерьеров – это тот, кто создает всю внутренность помещения. Его планировку, отделку, выбор предметов мебели и декора, освещение, вентиляцию, акустику. Иными словами, это художник, скульптор и архитектор в одном лице. Человек, который умеет творить свой собственный мир. Но одним творчеством эта профессия не исчерпывается. Большая часть работы дизайнера интерьеров заключается в лавировании между Сциллой и Харибдой, то есть между заказчиком и прорабом, строителями, поставщиками материалов и так далее. Часто ему самому приходится выполнять функцию проектировщика и прораба. С Викторией мы попали в огромное креативное пространство с интерьерными шоурумами, где специально для нас отобрали самое лучшее из возможного. Оно как будто затаскивает свои сети. Время здесь почти не ощущается, а эстетическое удовольствие просто зашкаливает. Безусловно, продумывая интерьер, нужно учитывать все. От разводки света, где потом будет стоять красивый торшер или висеть бра, до расположения мебели. Гостиная чаще всего является зоной отдыха для всей семьи, идейным центром. Здесь должна быть мягкая группа, один или несколько диванов, дополненных креслами, пуфами и журнальным столиком. Смотрите, в гостиной, как мы привыкли изначально думать, что обязательно должен быть диван, два кресла, журнальный столик. Эти правила уже отошли назад, то есть это уже не совсем настолько актуально. И я применяю это в редких случаях, когда заказчик уже привык. Вот, допустим, у каждого есть свои предпочтения. Давайте разберемся, какую мягкую мебель стоит поставить в гостиной и как сочетать предметы друг с другом. Для начала стоит трезво оценить размеры гостиной и те функции, которые она несет. Если единственная цель – это отдых на диване, пространство, скорее всего, будет свободным. А если в гостиную того же размера нужно вместить зону столовой, кабинета и место для хранения, то задача усложняется. Рассчитайте под каждую функцию минимальное необходимое пространство. А уже потом решайте, чем жертвовать – размерами рабочего стола или дивана. Вот очень интересный аксессуар, причем гора камушков натуральных, причем они полудрагоценные. Серебряная черепашка, вот с такой верхушкой оригинальной. Очень интересно будет смотреться в интерьере, как в гостиной, так же и в холле. То есть она в движении, и когда будет попадать свет, очень интересно будут бликовать вот эти все лучики от нее. Спальня является основным помещением для отдыха человека. Поэтому к ее интерьеру в первую очередь предъявляются требования удобства и домашнего уюта. Достигается это в том числе за счет грамотной расстановки мебели в комнате. В процессе подбора мебели для спален необходимо обращать внимание не только на стиль и используемые материалы, но и цветовое решение. Основой выбора при этом должен стать размер и форма помещения, а также финансовые возможности. Кстати, оптимальными комнатами под спальню являются помещения с правильной геометрией, например, квадратные или прямоугольные. Главное требование при этом заключается в отсутствии острых углов. Если же они все-таки присутствуют, то их целесообразно прятать за шторами или, к примеру, зеркалами. Что касается остальной мебели, то ее расположение определяется только габаритами спальни и предпочтениями владельца. Лиллиан Огуст, Кристофер Гай, Алекса Хэмптон, Ларри Ласло. Запомните эти имена, ведь они настоящие звезды в мире дизайна, которые давно продумали до мелочей интерьер нашей мечты. Осталось выбрать то, что близко именно вам и решиться стать звездой в своем доме. Субтитры создавал DimaTorzok